приветствую тебя дорогая елена ты представляешь прошлой записи которые мы с тобой сделали было столько вопросов столько комментов написали во первых никто не поверил что ты там десантиться было во вторых никто не поверил что ты у тебя дети которые помогали тебе делать после травмы после контузии после серьезного заболевания которые у тебя было помогали тебе делать внутривенные уколы там вы прочее но как могут такие дети делать такие внутривенные инъекции ну вот я эти почему эти вопросы сейчас перечисляю потому что мы обещали нашему участникам ответить и что-то на них ответишь во первых скажи еще раз при чем тут ты и выдавая так случилось что еще лет восемь я посмотрела фильм в зоне особого внимания и смотрела всей семьей я я увидела за фильм и говорю боже мой я тоже буду служить в армии вместе со старшим братом не сказали девочек в армию не берут и с каждым вызовом своей судьбе я всегда справлялась не секрет я занималась без медикаментозной реабилитации военнослужащих после военнослужащих после горячих точек также я написала книгу к дню рождению армейского рукопашного боя которая выпущена для собственно спец войск и я на самом деле наверное до сих пор безумно скучаю по потому что там происходило но наверное нужно сказать предпосылку почему я туда пошла а мой папа был военным химиком мой дядя был ликвидатором чернобыльской аварии мамин младший брат прошел две чечни и я видела в каких состояниях они возвращались и когда ты любишь человека и принимаешь его таким какой он есть но ты маленькая девочка и ты хочешь всеми силами помочь то мое изучение психологии и поиска ключа оно началось еще в раннем 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 детстве и когда я уже пришла в армию то первый вопрос ко мне был это знаете ли вы что такое ключ где горе нет еще позадавали вопросы и я действительно искренне не знала потому что многие были уверены что я с вами уже взаимодействовала до но ключ можно находить самостоятельно и интуитивно и начинать как-то его применять да опять таки почему ко мне мог быть такой задан вопрос потому что извините телефоне потому что я прошла мединститут психологический институт институт йоги и на базе того что я узнавала я применяла лучшие методики и подбирала для себя то что мне помогает и то что может помогать моим близким я хочу тебя спросить потому что может кто-то ролик первый не так внимательно увидела я хочу тебя спросить и и мединститут заканчивая да да а психологическое да это было первое образование ты медицинский заканчивала логически заканчивая психологический институт какой-то я училась педи и училась педагог психолог понятно то есть в армии уже было как психолог да я тебе хочу сказать откуда там десантных войсках появился ключ дело в том что у меня проходили подготовку психологи vdv которые потом обучали там это я тогда еще в центре защита стресса был генеральным директором на таганке в москве я тогда работала они ко мне приезжали еще по обращению ко мне командующего чтобы я как генеральный мог подготовить этих психологов и у меня еще очень красивые фотографии но это было так давно тогда надо еще было маленькой я была маленькой но даже когда я пришла условно через пять лет то там где я училась мы преподавали и ваши знания ваш опыт он до сих пор применим и больше того скажу когда после армии я ушла в дайвинг и волшебным путем я попала в господи космический городок где мкс под водой лежит и можно на нем отрабатывать там снова говорили про метод ключ и про ваши способы работы которые применяются в частности и для космонавта так сейчас секундочку значит вопрос такой который я тебе задал потому что там комментах он прозвучал по прошлому ролику там был такой момент почему мы перезаливаем вот этот первый ролик перезалили почему мы тогда его сняли несмотря на то что столько комментов там было мы его сняли потому что там в кадр случайно или как я не знаю может кто-то диверсант какой-нибудь разведчика как называется засланный казачок а я не знаю у нас на видео с тобой вдруг появился какой-то голый мужик одну секунду который там полсекунды есть на призвать заливать потому что как это могло произойти технически какие-то хакеры там работать или что я вообще замечаю что некоторое время назад видео которые мы выставляем каким-то образом или подпорчивают или там какие-то появляются или от моего имени кому-то посылают какие-то вещи а то меня вообще не было но это видимо какая-то вот бывает я просто сейчас пытаюсь объяснить почему мы тот ролик сняли и перезалили его иди смотря на массу 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 отзыва потрясающих отзывов и в том числе эти вопросы напоминаете вопрос как получилось так что после такой страшной болезни ты вышла ты вышла из этой болезни стала работоспособна и стала помогать людям и как получилось так что ты все-таки ты сказала что дети помогали тебе делать уколы как они маленькие могли тебе помогать это вызвало некоторые недоверие у наших некоторых дам которые участники будущего ну давайте начнем по порядку до в 2014 году мне поставили диагноз после там серьезнейшей черепно-мозговой травмы и когда сотрясение не проходило больше месяца и все эти симптомы были и я проходила обследование в москве мне поставили диагноз синдром дэндиокера неизлечимый диагноз который в своей патологии имеет то во время приступов и потерю речи и заикание логоневроз и когда пропадает зрение и опять-таки почему зрение пропадает потому что как это сказать по-русски гидроцефалия мозга то есть избыточное давление в голове начинает давить на голову это дикие головные боли соответственно из-за того что лихвор не не уходит из головы оно вот все что она забила в голове все что она сместила оно поражает и есть выбор или вставить шланг себе в голову и вывести в брюшную полость и соответственно это потеря движения потеря речи потеря возможности вести полноценную жизнь или как мне в девятнадцатом году в германии весной сказали вот в это же время вот ровно девятнадцатом году мне сказали приступы обостряются на погоду на смену давления это весна осень сейчас весна но у тебя осталось полгода вот тогда я поняла когда врачи вот так руками разводят и говорят ну мы сделали все что могли же пожалуйста там еще прозвучало то что ты собирала деньги чтобы тебе там к расскажи этот маленький эпизодик по ходу в прошлом году так случилось что я осталась без мужа двумя детьми одна без поддержки работать нужно и я поставила себе цель заработать денег но нет чтобы операция да да и я так себя не берегла что все это привело к приступу который продлился 7 месяцев то есть сначала заболела голова потом было парализовано все тело в результате когда я могла только лежать и дойти там до туалета через боль я могла только если меня сын провожал до туалета извините пожалуйста да те кто сейчас это слушает и единственный кто сейчас в мире работает с этим заболеванием в россии с моим заболеванием я насчитала пять человек одна из них я частично дееспособная потому что я начинала уже в процессе оформления инвалидности есть женщина ей 55 лет и в связи с приступами из которых она не может выбраться то есть они у нее перманентные у нее оформлена инвалидность и скажем так ее развитие на уровне четвертого класса то есть она не может запомнить стихи сложнее чем то что дают ребенку в четвертом классе который работает с этим заболеванием не имеешь ввиду врачей которые лечат это заболевание имеешь ввиду больных которые больных да 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 и еще три человека лежат к сожалению в обсе и психиатрических клиниках потому что боль которая сковывает тело она сводит с ума в буквальном смысле этого слова когда в прошлом году у меня были приступы я пропусывала себе руки от боли что делала руки кусала себя понятно то есть когда тебе больно да только так чтобы тебе сделали лечение лечение в израиле стоит около 60 тысяч долларов и на моем израиле да и там есть специалисты там есть но они все работают с детьми потому что это заболевание как правило но она не как правило она врожденная и в очень редких случаях как моем случае получилось после черепно-мозговой травмы она выявила себя у тебя то есть прыжков с парашютом там получила прыжков с парашютом черепно-мозговые травмы я к сожалению знаю что такое пулевое ножевое я знаю что такое битье в голову в течение полутора часов и конечно же она все сказалось понятно теперь скажи пожалуйста как тебе удалось выйти из этого состояния из которых люди не выходят и как тебе дети могли помогать делать внутривенные тогда начнем по порядку насчет капельниц да еще в двадцатом году у меня от количества капельниц то есть как это происходит сначала войс там один препарат потом еще капельница на четыре часа это ежедневно и мои вены просто лопались у меня установлен катетер в руку когда во время приступов и все что делает мой сын когда я сказала что сын ставит мне капельниц то есть он подключает сыну 15 лет дочки 8 то есть для меня сын это уже взрослый человек который может заботиться о маме сестре следить за порядком дома и так далее да хотя если мы вспомним все себя в 15 лет то мы многие уже начинали работать в это время и сын собирает мне капельницу вводит там препарат физраствор подает мне капельницы и уже сама я себе устанавливаю его в вену или же приглашаю кто его научил 15 лет мальчику кто научил такого заботливого сына кто научил делать когда я лежала в больнице и мне разрешили лечиться дома потому что все что сводится ко мне приходила медицинская сестра и это было желание сына участвовать в жизни мамы и быть рядом и он очень рано повзрослел к сожалению или к счастью мы будем судить лет через 30 с вами когда увидим что выросло из этого мальчика или юного мужчины ну хорошо а сейчас чему занимается он прекрасный повар он очень любит готовить честно я захожу на кухню раз два месяца потому что не горит мама мама иди я сейчас приготовлю и он сам находит рецепты он уже проходил обучение у именитых мастеров мы живем в москве поэтому имеет возможность посещать мастер-классы и так далее и он свою жизнь этому посвящает ему очень нравится и это не просто для него хобби это для него вот целое искусство здоровья и счастья желаем жизни чтобы было больше успехов у него работе творчестве а маленькая девочка а маленькая девочка то есть если сын стал для меня мужчиной который просто приходил мог взять вот так вот сесть и я могла положить ему голову на руки да и он меня гладила я могла начинать вот так покачиваться то когда к себе приходит пяти и сейчас восьмилетняя дочка и не понимает почему ты с ней не играешь то я и говорила так дочь смотри вот у меня волосы длинные да я говорила дочь смотри ты можешь мне заплетать любые прически мы будем слушать медитацию или я могла вот ее просто вот так вот приобнять и все что я могла делать я могла покачиваться тот самый метод ключ когда я могла покачиваться и при этом когда ты заикаешься то еще в девятнадцатом году я выяснил что логоневроз с ним можно справиться двумя способами или начинает что-то петь или начинает что-то говорить шопотом 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 так вот и соответственно все что я могла делать это брать вот так дочь начинать раскачиваться и что-то мы пели какие-то песни распевные так далее или шопотом да и когда шопот перешел уже в какое-то вот протяжное такое спокойное пение туда как ты вышла из этого тяжелого болезненного состояния из которого люди как правило не выходят а когда в прошлом году вот этот период тяжелый был как вы понимаете для тех кто смотрел мое прошлое видео и смотрел насколько я лучезарная и так далее да я хочу сразу дать одно ярчайшее и самое важное пояснение да человек начинает ценить свою жизнь и понимать что жизнь одна вот важный момент еще раз повтори жизнь одна это драгоценный жизнь одна человек понимает что жизнь одна когда ему дали второй шанс . ты попал на грань вот на грань стресса стресс что это такое это ситуация с которой человек не может справиться просто так и если для меня это была болезнь то для кого-то это то что сейчас происходит на украине а для кого-то это те деньги которые оказались заморожены на счету в европейском банке он не может их вывести а для кого-то даже то что приходит там любимая женщина говорит а я беременна или как у меня восьмилетняя дочка которая считает что она там подросток насмотревшись тиктока приходит берет мама ты знаешь я лесбиянка перепортили вот такими способами знаешь у меня просто в классе нет мальчика хорошего достойного поэтому я наверное подумала что я буду любить девочек я говорю любить можно весь мир и любить можно себя любить можно собаку которая у нас есть но это не значит что ты и женишься на нашей собаке выйдешь замуж конечно и когда я дошла до пика а плюс к этому беспомощности к нам примешивается состояние состояние чувство вины которая на нас еще продолжает давить я часто сама в практике в своей в работе сталкиваешь людьми которые говорят ну мне уже там 40 лет или 50 лет неважно сколько лет жизнь кончилась уже не знаю чем делать уже буду доживать и уже махнули на себя рукой или же второй вариант когда начинает себя винить вот когда человек столкнулся со стрессом и когда у него появился второй шанс вот когда он находится или между смертью и жизнью а или деньги потерял или вот как ты перечисляла сейчас удачные примеры еще какой-нибудь пример когда он может находиться в между когда второй шанс может появится чтобы он понял что да все элементарно можно попасть в аварию условно увидеть эту аварию шанс да когда можно потерять работу которая ну вот сейчас кризисы да и есть люди которые работают фирмах которые по схлапывали связи вот с тем что сейчас происходит или же можно просто потерять семью и понять что второй шанс да и жизнь дает тебе второй шанс и что можно сделать можно ругать себя ругать жизнь говорить себе да блин ты посмотри какая ты тряпка ты лежишь и пускаешь слюни и ругать что можно сделать когда жизнь дает второй шанс а можно задать себе вопрос как ты сделала так я сделала следующее я задала себе вопрос а зачем то есть когда мне в 2019 году врачи сказали для того чтобы выжить то есть это ключевая базовая потребность да это когда есть крыша над головой еда и место поспать а для того чтобы тебе выжить тебе нужно жить в курортно-санаторных условиях вовремя есть вовремя спать вовремя кушать и никакого стресса а когда физическое тело отказывается ты не можешь пошевелиться когда ты не можешь полноценно помогать и воспитывать детей когда я активно я занимаюсь спортом я пишу книги я езжу как волонтер по разным мероприятиям и так далее я много лет проработала как массажист реабилитолог я понимаю что я ничего не могу можно начать проклинать свою жизнь и говорить что я лежу и я ничего не могу сделать и наверное ну я уже не порадуюсь а можно спросить зачем тебя сейчас остановили и вот так прижали и ты лежишь зачем зачем тебе дали этот урок и тут я сижу и понимаю что затем чтобы ты научилась стресс воспринимать как двигатель это как раз таки метод ключ метод ключ когда я понимаю что половина моей памяти отсутствует и вполне возможно что даже когда вы говорите что к вам приезжали с вдв и возможно даже я приезжала к вам лично но я этого не помню потому что но моя память она творит чудеса еще раз покажу эту фотографию они уже взрослые они уже совсем взрослые это вот видишь до психологи которые у меня в центре видишь они меня туда они как же с большим уважением так и магомедович нет человека на свете который бы к вам относился без уважения спасибо большое ну да я потому что все время пытаюсь им помогать поэтому мне не важно чем человек занимается писатель десантник и штанги считаю шахматист и велосипедиста и министр меня не важно я испытываю это и все должны помнить любовь вечные ценности и сопереживание а ты сейчас говоришь о вечной ценности которая называется что бесценности живого вот когда человек попадает на на грань между жизнью и смертью ему дается второй шанс как ты сейчас вспомнить это что вот это чувство бесценности живого для чего это и подумать как это полезно использовать для себя и для людей и вот самое главное что ну вы сейчас вы же тоже прошли через ту ситуацию когда вы были прикованы к постели и думаешь что у тебя есть шанс или как бы прогнивать овощи или встать и идти я понимаю что если я делаю резкое движение глазами меня накрывает боль потому что ну внутри черепное давление но при этом я могу делать вот так я попросила сына включить музыку чтобы мне было как-то не скучно и под эту музыку я погрузилась вот это то состояние когда ты перестаешь то есть мы часто говорим методе ключ что мы думаем о том что думается но меня вот первый этап вытащила то что я пошла за музыкой я пошла за мечтой я пошла за смехом а мне дочка что-то танцевала и я начинала вот эти движения вместе с ней я танцевала пальчиком я танцевала глазами и если вот сейчас я показываю активное движение это движение было на на полградуса на чуть-чуть ты растворялась музыка вот в этом детском восторге в том когда один очень хотелось меня смешивая да то есть ты снимала напряжение лишнее и на этом фоне когда вот мы условно говоря здесь 10 напряжения здесь безмятеж градусных напряжения условно говоря ты выходила из этого напряжения дикого в это состояние безмятежности но бы и мечтала то есть для меня движение дочери вот эти под модные тик токи или под какую-нибудь песенку они становились вот этой жажды жизни увидеть и я вот сколько эфиров ваших смотрела часто люди задают вопрос горят я покачиваюсь покачиваюсь а результата не происходит потому что мы ждем результата не надо кажущую секунду ждать сейчас то есть чтобы не быть тем самым устраивать потому что может получает это две команды да нет да 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 просто делать и делать делать и начинать когда выходишь из стресса уже начинать мечтать вот потому что мы из минуса вышли из большого напряжения к нулю нулевое состояние это безмятежность и нейтральное состояние состояние свободного сознания и там когда мы уже можем мечтать мы начинаем мечтать и это нас выводит из психосоматических нарушений таким образом происходит самокоррекция из минуса через ноль в плюс и появляется потом прибавка сил и все прочее а ты чё один раз так сделай сразу почувствовал что ты выскочила из болезни что это я провокационный вопрос задаю да чтобы вы понимали и кто-то спрашивал и вот я когда успела вопросы почитать что ты сделала один раз и помогло нет то есть раньше я жила в стратегии выживальщика сделать все что угодно то есть умри но сделай меня было показателем что я вот через боль через силу через через преодолеть то сейчас когда я смогла перешла в режим восстановления то ты стала преодолевать а стала да то есть здесь очень важно сказать про то что мой день начинается с того что я просыпаюсь а иногда я могу проснуться от боли или от того что мое сердце дико бьется что я делаю я себе представляю во первых я себя слушаю что не так сердце резко колотится или головная боль или я чего-то испугалась во сне во первых я осматриваю помещение и говорю себе я здесь я живая не нахожу что-то положительное что связывает меня с этой жизнью . опоры . опоры и очень важно найти ее положительной солнышко и можно сказать как классно идет солнышко идет дождь можно сказать классно это дождик сейчас прибьет всю пыль и газы от машин любую любую мысль можно привести в положительный аспект надо найти во всем негативном какой-то ну какую-то какую-то точку за которые можно зацепиться на нее наступить как на опору подниматься при этом при этом мы не представляем что мы лежим и такой я миллионер нет мы представляем вот если даже все плохо и ваше тело приковано кровати мы себе говорим классно а как классно у меня пальчик шевелится и вот я сейчас об этом еще хочу немножко сказать потому что когда я могла это делать я посылала вот я представляла все что всю вот эту любовь которую мне посылает дочь вот весь тот свет всю ту радость которая есть я направляла ее вот в ту область которая сейчас активно и представляла как она захватывает захватывает дальше причем не сразу все тело а вот чуть-чуть чуть-чуть еще чуть-чуть по локоть там по плечу и так далее то есть и естественно это была большая работа и сейчас утро я начинаю с того что я слушаю себя и неважно здоровый ты или больной если ты утро начнешь с себя из того что ты приветствуешь себя и этот мир ты себя уже будешь чувствовать по-другому потому что ты себе скажешь я хороший я молодец я уже проснулся я победил это ощущение можно назвать чувство радости самого факта жизни факта факта жизни да потому что мы мы принимаем то насколько жизнь скоротечно но хасай маговедовец да скажите вот дайте нам еще 150 лет и мы горы свернем вот ты понимаешь когда смотришь на тебя просто можно быть в полном восторге потому что виде человека который такое заболевание за плечами который не мог не говорить не есть не пить ничего только лежать совершенно состояние бесполезности так себе и людям это вообще какой-то кошмар при таком тяжелом диагнозе повтори еще раз это диагноз а он называется синдром дэнди уокера вот так кто интересуется пусть википедии посмотреть человек который вышел оттуда и вышел вот таким путем вот вы представляете мы сделаем еще один ролик я уверен ты не будешь возражать я с удовольствием я бы с удовольствием рассказала про то когда вот я просто качалась и как я придумывала для дочки сказки и когда она говорила мама ну так хочется что-то почувствовать откуда появились не просто вот думай о чем ты думаешь а я сидела вот так качала дочку и мне так хотелось наполнить ее светом что я вот так сидела вот я сейчас просто покажу вот это будет моя дочь вот я говорила смотри вот вот сюда я его так вот могла гладить или она просто на мне лежала и вот я ее где-то гладила и говорила чувствуешь как вот сюда где тепло ладошки в тебя наполняется луч света он в тебя входит и он начинает погружать твои мысли растворять плохие мысли и наполнять их светом любовью ты чувствуешь как я тебя то есть я руки перекладывала с головы и вот так и и прижимала к себе на следующий я могу прям взять и я думаю что это получится очень удобно когда я ее возьму и она вот будет сидеть и это слушать потому что а это просто незабываемо и это то что мне дало силы я хотела в первую очередь мы же всегда любим своих детей больше чем сами себя мы вообще себя не умеем любить потому что к сожалению есть поколение которые выращены после войны да и когда наши родители работали мы можем любить потому что мы все время озабочены как наши дети как наши дети а вот когда я вот так держала дочку и рассказывала и при этом ее качала а после этого она там даже засыпала рядом и так далее у меня вот так распахивались глаза я так боже сколько сил сколько сил сколько сил и самое главное я хочу для тех кто сейчас смотрит наш эфир сказать что вот если вы лежите и почувствовали себе в море сил но вы подорвались и у вас кружится голова вернитесь на шаг назад закрепите это состояние распределите силы поверьте не только душой нашим телом управляет разум разрешите своему разуму смириться с тем что у нас есть силы и послушайте а что я сейчас готов сделать не сразу пойти покорить мир поверьте мне на моем опыте я пробовала вот а постепенно по чуть-чуть и и благодаря методу ключ то есть я встаю сделала утреннюю медитацию утренний ритуал потом я приготовила завтрак отправила детей в школу сделала зарядку опять таки по методу ключ потому что вот если новый слушатель нашей школы он может не понять о чем речь прелесть и посмотрите там под роликом и там есть новые приемы и там подбирайте себе то что вам подходит и сам процесс подбора путем перебора оказывается развивает личность развивает способность справляться со страхом в любых стрессах и тогда развитие личности происходит я сейчас хочу сказать почему методом подбора потому что когда а у меня был момент когда мне нравилось бегать по 10 и по 40 километров но но не получается и я начинала просто вставать на носочки и как бы выглядывать в окошко я живу на пятом этаже и и я опиралась на подоконник и вот так выглядывала в окошко и я делала это упражнение вот приподнимаясь вставая и опускаясь на носочках и поднимаясь то есть у нас поднимается плечи да и мы можем следующий раз даже попробовать записать какие-то упражнения да а в следующий раз мне хотелось просто сидеть и вот чухать себе голову то есть и все это и каждый и чем хорош ключ что если вы в перевозбужденном состоянии вам хочется вот так вот прыгать сейчас поможет если вам хочется или вы можете только вот качаться чуть-чуть как вот ветерочек который может только лепесток розочки чуть-чуть задеть качайтесь как лепесток розочки это то что вам сейчас нужно образ который вас голове возник соответствовал вашему действию да да соединяется с физическим с телесным у вас происходит сброс напряжения выходит на состояние легкости внутренней свободы безмятежности это мечтаете о желаемых переменах себе и будущем и они начинают постепенно происходят и самое главное когда мы эту мечту не просто делаем далекой вот представили она где-то вдалеке а мы ее притягиваем себя мы ее наполняемся ею как вот этим лучом солнце звонят там меня там не все время за помощью звонят я вынужден отключиться еще следующий ролик сделаем конечно спасибо вам большое за эфир до встречи до опишите вопросы следующий эфир будем готовить пишите вопросы до связи до связи детям привет спасибо доброй ночи до скорого